У наших чиновников, к сожалению, очень часто есть такая политика двойных стандартов. Опять же, та служба, которую знаю досконально, федеральная темнопольная, очень часто этим грешит, что 50 рублей на батуте попрыгать на одном и на другом, это картельный сговор, а крупным иностранным корпорациям в России можно все. Поэтому приходят к батутам, приходят к пикченькам, говорят, что реклама оскорбительная является, если использован плакат с картноармейцем, она каких-то ветеранов оскорбила, уж не знаю, вроде из Гражданской войны у нас, по-моему, нет уже ветеранов, но тем не менее, кого-то она там оскорбила. Или, значит, если в слове хлеб сделать четыре ошибки, получится слово такси, это тоже оскорбляет, значит, блокадников, потому что они хлеб ели в блокаду. Но в то же время, значит, реклама, значит, каких-то там интим услуг, она идет спокойно, и ФАС ее не преследует. И вот это, к сожалению, во всем. Вот ощущение такое, что двойные стандарты, причем не в свою пользу. То есть в Америке тоже двойные стандарты, но наоборот на своих. Они своих защищают, а чужим могут, так сказать, давать ого-го. А у нас вот они с его шточностью наоборот. Но это проблема госслужбы, о которой мы с вами говорили, это вот, которая решается от ротации, открытостью, да, там, выборностью многих должностей, которые у нас являются назначаемыми, да, вот, и проверкой, значит, коррупционных схем, которые, в принципе, иногда просто очевидны. Вот, если на самом деле, вот, смотрите, тут сайт Компромат, который, там, значит, разные сменения, да, о нем, но тем не менее, вот есть такое мнение, что если уж выложено на Компромате, то это стопроцентно, значит, подтвержденная информация. Ну, так там просто вот перечислены люди, которым вот приходи, просто и предъявляй. Вот, давайте хотя бы проверим, да, вот пусть наши правоохранительные органы вот этим займутся, а не, там, чем-нибудь другим, да, там, проверкой документов, да, в метро. Ну, так вот.